У десанта нет задач невыполнимых У десанта нет задач невыполнимых Крылатая гвардия устремляется к новым высотам ратного мастерства Завершив зимний период обучения Соединения воздушно-десантных войск активно вступили в полигонное лето Им предстоит участие в масштабных мероприятиях боевой подготовки Самыми крупными из которых станут армейские международные игры 2019 и стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» О приоритетах летнего периода обучения в ВДВ рассказывает начальник воздушно-десантной подготовки заместитель командующего воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков В течение зимнего периода обучения 2019 года в ВДВ выполняли задачи касающиеся повышения боевых возможностей войск и переоснащения воинских частей и соединений на современные образцы вооружения и военной техники За прошедший период в войска поступило около 5000 комплектов парашютных систем Д-10 на вооружение одного из десантно-штурмовых полков Псковского десантно-штурмового соединения батальонный комплект новейших БМД-4М и БТРМДМ «Ракушка», который стал шестым по счету в воздушно-десантных войсках В зимнем периоде обучения в войсках было проведено более 1300 мероприятий боевой подготовки различного масштаба Личный состав совершил свыше 80 тысяч парашютных прыжков Десантировано 80 объектов вооружения, военной и специальной техники В числе важнейших мероприятий боевой учебы Крылатой гвардии всеармейские и международные этапы конкурсов по полевой выучке в рамках армии 2019 В феврале 2019 года на полигонах Завеличье, Струге Красное и площадках приземления Кислова, Вишники и Смуравьева, Псковская область прошло командно-штабное учение с личным составом Псковского десантно-штурмового соединения В марте текущего года на полигоне Барановской и площадке приземления Корсаковка, Приморский край проведено крупномасштабное КШУ с гвардейскими десантно-штурмовыми бригадами из Улан-Удэ и Уссурийска с десантированием личного состава и боевой техники Кроме того, в марте 2019 года одновременно на территории пяти субъектов Российской Федерации были проведены полковые тактические учения На полигоне АПУК, Республика Крым, с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского десантно-штурмового соединения А на полигоне 333-го центра боевой подготовки, П. Мулина, Нижегородская область, и площадках приземления Будихина, Костромская область, и Арминки, Ярославская область, с парашютно-десантным и артиллерийским полками воздушно-десантного соединения из Иванова с массовым десантированием личного состава и боевой техники В ходе выполнения мероприятия международной деятельности прошло два российско-белорусских учения по миротворческой тематике на базе гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска, полигон Полевна, Г. Ульяновск, и отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Республики Беларусь, полигон Брестский, Г. Брест Итоги зимнего периода обучения десантники подвели на выездном заседании Военного Совета ВДВ в середине мая 2019 года Основными мероприятиями подготовки с участием воздушно-десантных войск в летнем периоде обучения 2019 года станут такие, как стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», совместное командно-штабное учение контингентов коллективных сил Оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности, КСОРО ДКБ, Взаимодействие 2019, совместное оперативное учение «Щит-Союза-2019». Кроме того, спланировано тактическое учение с Камышинским десантно-штурмовым соединением и КШУ-Сивановским и Ульяновским соединениями ВДВ, а также отдельная гвардейская бригада специального назначения и гвардейская бригада управления. В числе важнейших мероприятий боевой учебы Крылатой гвардии всеармейские и международные этапы конкурсов по полевой выучке в рамках армии 2019. Александр Тихонов, Красная звезда